Казанский вояж петербургского хореографа Георгия Ковтуна, поставившего оперные балетные миксы, в том числе удостоенный многих наградой, показанной каналом Мэтса Блокбастер Золотая Орда, продолжается вместе с стилизацией народного танца и сюжетом, основанным на булгарской легенде о прекрасном яблонном саде, который погибает во время захвата волжских земель. Чувства влюбленных должны быть проверены войнами и катаклизмами. Для постановщика творческий альянс с госансамблем Татарстана первый, но не с материалом, имеющим благодатную почву. Добавлено очень много акробатики, то, чего никогда не было. Добавлено очень много таких трюков, которыми раньше ребята не общались. Хор затанцевал, задвигался, оркестр затанцевал, задвигался. Стилизация включает в себя различные подходы к музыке. Это трансформация мелодий разных народов и лексики танца. Что касается артистов государственного ансамбля, то они сдают экзамен на вынозливость. Работа на сопротивление, кредо и автора либретто, так и автора музыки. Очень важно было преодолеть перегрузку вот этого тяготения, буквального понимания, что такое болгары. Потому что мы не знаем, какие они были, и в то же время мы их знаем. И приходится прислушиваться к себе и в свете сегодняшнего дня переоткрывать эту тему, этот город, что он для нас значит. Балетный мистерий о священных садах готовится к 80-летию госансамбля, который будет отмечаться в 2017 году. Некоторые эскизы покажут на традиционном декабрьском выступлении коллектива. Двухактный спектакль готов уже наполовину. Ковтун ни на кого не похож. Он абсолютно индивидуален. Это потрясающий философ в своей творческой мастерской. И я думаю, что мы все его правила с удовольствием принимаем. Все в синяках, естественно, как всегда, все побиты. Просто они даже выпускают с тем газету, что происходит каждый день. Взгляд из современности в прошлое всегда таит немало загадок. Это в первую очередь демонстрации наших ощущений от увиденного, прочитанного и услышанного. Механизм воспроизведения легендарного материала всегда таит немало вопросов. Но дорогу осиливает идущий. А быть точнее, танцующий государственный ансамбль, который до сих пор не имеет современного здания, с полноценной репетиционной базой и гримерными комнатами. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Дженко, Эфир 24.